Доброе утро! И Альберто Фокалетти, актеры театра «Джиральдон». Доброе утро! Доброе утро, Альберто Фолетти. Фолетти, простите, пожалуйста, ошибка нашего редактора. Однако же безошибочно то, что вы снова у нас. Это наверняка обрадует тех зрителей, которые когда-то видели вас в парке Горького. И снова вы даете там представление. Целых семь. Да. Семь представлений. Скажите, пожалуйста, так все-таки каким ветром вас снова занесло в Пермь? Почему? Почему? Кто знает? Потому что директор парка сказал, что вы приехали. А потому что директор парка сказал, что почему нет? Приезжайте. Да, да, да. Тогда вы приехали. Вот мы как раз видим фрагменты выступления. Наверное, в прошлый раз они у нас были записаны. И скажите, пожалуйста, в прошлый раз, какие у вас остались впечатления от общения с пермскими зрителями? Это было невероятно. Первое представление, думаю, были четыре люди, которые пришли. И потом всегда больше и больше. И люди невероятные. Невероятные. Мы встретили Аркадия, который нам писал, которого я бы хотела пригласить. У меня не оставил его адрес, если будет слушать, что придет. Потом женщины, которые принесли еду, пироги, подарки. Невероятные. Были счастливые люди. Как здорово. Очень хорошие. Уже некоторые пришли и говорили, что вы тут были, я могу обнять вас. Обнимать. Да, да, да. Это так приятно. Вы начинаете работать завтра вечером в пятницу в 7 часов. Первое представление. И будете в выходные, в субботу и воскресенье тоже в 7 часов показывать свои спектакли. Скажите, пожалуйста, а вообще, как часто вы даете спектакли в ходе своих путешествий? Это ежедневно или это несколько раз в день, может быть? Нет, несколько раз в день нет, потому что это тяжелое представление. Одно. И зависит, как не всегда это. Когда мы, если мы много устали, надо осторожно делать. Квой день. Мы делаем 8 дней на въезд. Сейчас было 8 дней на машине. Когда ты приезжаешь, после 5 тысяч километров, ты приезжаешь, если ты так делаешь. После так длинной дороги надо, потому что мы так трясемся, как это по-русски. Именно так трясемся, да, потому что после дороги трясутся руки, если очень долго держать руль, конечно. 5 тысяч километров. Ой-ой-ой, вы откуда к нам? Швейцария. Где начать? Из своего дома в Швейцарии вы к нам ехали? Из юга Швейцарии, итальянской части. Мы делаем. Швейцария, Локарно, Прага, Вроцлав, Варсавия, Варшава, Эстония. Ветония, Летония, Эстония, Нарва, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Москва, Перм. Фантастический путь и действительно, как будто у героев какой-то книги. Лен, скажите, пожалуйста, а вы успеваете, кроме актерства, что-то еще для себя брать и путешествия в жизни? Чтение сами? Ходите ли вы в театр, успеваете ли? Мы не ходим в театр почти, потому что мы живем в деревне, а если, потому что, не знаю, наша жизнь немножко повернулась, не знаю, как сказать. В сторону природы, близости и тишины, да, близости к природе и тишины. Да, не то, что мы любим все театры, люди, которые это делают, но нам надо тихо, да. Мы 30 лет на улице. Там написано на афише, написано, немножко больше 20 лет, но мы 30 лет на улице. Вот это да. Скажите, пожалуйста, ваш спектакль, который вы будете показывать, он как-то трансформировался за эти годы, что мы вас не встречали? Интериорно, да. Внутренне, да. А тоже надо сказать, что представление Дурак, на самом деле мы сами удивляемся, он живой всегда, люди его хотят, потому что Дурак вечный. Да, да, да. Образ Шутаска, Мороха, Дурака, как у нас тоже говорят, Иван Дурак же, любимый герой русских сказок. Да, который как бы ничего не умеет. Как будто бы. Умнеет все. Да, да, да. Значит, люди говорят, ну когда будет новое представление? Мы репетируем новое, но мы не понимаем зачем на самом деле. Потому что новое, по большому счету, тоже о старом. Да, да. О вечном. О вечном. Новое называется возвращение Дурака. Потому что в нашем представлении Дурак уходит, но мы поняли, что он должен возвратиться. Спасибо вам большое, что вы к нам вернулись. Я призываю наших зрителей заглянуть на сайт Парка Горького. Я думаю, там информация будет о ваших спектаклях, когда. Но вообще-то вы покидаете нас ориентировочно в следующую пятницу или в субботу? Последнее представление суббота, воскресенье. Да, это будут уже первые июльские выходные. Так что наверняка наши зрители поспешат в Парк Горького. Я сама приду, честное слово, вместе с сыном. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Отличного дня в Перми, отдыха перед спектаклем. И, конечно же, огромного количества публики. Спасибо большое. Вам, уважаю, напоминаю, что сегодня в гостях у нас были актеры театра Джиральдон, Альберто Фалетти и Ленка Махонинова. Это настоящие бродячие артисты, которые рады посвятить вас в тонкости своего искусства. Приходите в Парк Горького. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова